6 июля завершилась весенняя сессия Государственной Думы. Об итогах работы депутатов «Единой России» Тверским СМИ рассказал руководитель партийной фракции Владимир Васильев. На пресс-конференции побывал наш корреспондент. За время работы весенней сессии депутаты Государственной Думы приняли 361 федеральный закон. Примерно половина инициативы фракции «Единая Россия». Многие документы относятся к мерам социальной поддержки. В частности, были одобрены решения по поддержке военнослужащих, а также врачей и других специалистов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Мы по всем законопроектам, значимым, голосовали консолидированно. То есть практически голосовали все фракции. Такого не было раньше. Потому что есть понимание, что мы делаем одно общее дело. Наверное, это бы отличало больше всего эту сессию. По словам парламентария, для обеспечения финансовой стабильности региональных бюджетов были приняты изменения в бюджетный кодекс. А замещение коммерческих кредитов более выгодными бюджетными. Такая помощь в размере более 48 миллиардов рублей оказана 50 регионам. В том числе Тверской области, в которой представлены бюджетные кредиты на сумму 587 миллионов рублей. Отдельно Владимир Васильев рассказал о мерах поддержки экономики и отечественных производителях. Поддержали хорошо малый бизнес, поддержали средний бизнес, крупный бизнес. Ограничили количество проверок, упросили процедуры, создали условия для конкуренции. Постоянно идем по пути решения проблем, чтобы наш бизнес, включая и малый бизнес, мог себя реализовать более эффективно. Как отметил председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев, государственная политика реализуется и на муниципальном уровне. В областном центре возводятся социально значимые объекты, благоустраиваются территории, ремонтируются дороги по национальным проектам. Очень много проектов в городе ведется, которые именно направлены на улучшение комфортного проживания наших жителей в Твери. В завершении Владимир Васильев уделил особое внимание реализации положений народной программы «Единой России». По его словам, это конкретные социально значимые объекты школы, детские сады, больницы и другие объекты. За них несут ответственность как региональная и федеральная власть, так и депутаты партии разных уровней.